То есть, на самом деле, сегодня поговорим про очень многое. Мы знаем, что здесь среди вас все технологические предприниматели, еще запись ведется. И сегодня мы постараемся поговорить прямо изнутри, чтобы максимально было полезно. Я на самом деле подготовил какие-то вопросы, но я понимаю, что сегодня у меня роль не модератора, а медиатора, потому что я знаю, что вы и так знаете, на самом деле, как тебе что рассказать. И очень интересно, на самом деле, не только стартапам, но и всей нашей команде услышать весь ваш опыт. Так что предлагаю начать, и без лишних слов все можно съесть. Да, хорошо. Но сначала было бы вообще интересно узнать немного про вас, где учить сначала. Так, родился я в 68-м году в городе Целиноград, который после этого много раз менял свое название, сейчас называется Нурсултан. И в 85-м году поступил на физтех. Закончил среднюю школу обычную. В 85-м году я поступил на физтех. В 91-м я его закончил. Поработать ученым мне удалось совсем короткий промежуток времени. Я был, я закончил факультет квантовой электроники, как будто наши коллеги присутствующие. Вот. Я, когда был ученым, я делал лазерные дальномеры и делал лазеры для зонтирования атмосферы. Такая у меня была история. Но там я поработал совсем недолго, поскольку к этому времени у меня уже была жена и ребенок, и их надо было кормить. Поэтому я быстро понял, что наука разваливается, и нужно было заниматься своим бизнесом. То есть, начал я им заниматься в 92-м году. Начали мы с того, что, если коротко описать путь, то первые деньги мы зарабатывали на том, что собирали компьютеры и чинили. Можно вот на этом моменте, потому что сейчас на самом деле у современных студентов есть много программ по развитию, где курсов, как стать предпринимателем, посчитать экономику и прочее. Как вы вообще решили, что вы сейчас будете идти делать компьютеры? Я находился в абсолютно беспомощном положении. Я делал все, что приносит деньги. Мне было все равно. Я готов был работать там. В то время, кстати, физический труд тоже мог приносить. Сейчас трудно описать это общество, но оно выглядело так. Те, кто работали на государство, продолжали получать очень маленькие деньги. А рождалась такая предпринимательская среда, которая радикально отличалась в доходах. И даже люди, которые ходили один день, работали на станках, они получали там, в тех деньгах я уже не помню, как это выглядит, но соотношение такое. Там могли получать 500 рублей, а те, кто занимались такой же работой в коммерческих структурах, могли получать там 1000 рублей или там 2000. В разы могло отличаться. Вот. Но компьютерное... Я помню, поскольку это было уже очень давно, большинство из вас тогда еще даже не родилось, это было то время, когда было очень... простые решения могли приносить большие деньги. Например, мое рассуждение, когда я решил заниматься компьютерами, было примерно такое, что я понимал, что персональные компьютеры будут у всех через какое-то время. Для этого мое, так сказать, видения на тот момент мне хватало, чтобы понять, что это будет. И если я соберу там один компьютер, сделаю, и рынок, по моим подсчетам, должен был вырасти в 1000 раз, то 1000 компьютеров, если я соберу через какое-то время, значит, у меня будет нормальный бизнес. Я помню это рассуждение. Ну, то есть, это такой естественный рост рынка давал возможность. К этому времени уже были достаточно большие компьютерные компании существовали там в 92-м, 93-м году. И когда мы начали этим заниматься, мы сначала чинили, потом я построил бизнес-модель, когда я понимал, что никто не умеет ничего чинить. Я сам так себе еще чинил, из меня еще тот чинитель. В принципе, я мог только на уровне выбросить одно, поставить другое чинить. Но на Фистихе у нас был соседний факультет радиоэлектроники, которым они могли чинить все, что хочешь, с любой степенью сложности возможной. Вот. И тогда я просто понял, что это... Когда я сразу ушел из работы руками в работу предпринимательскую. То есть, первым достижением, я считаю, было то, что мы в какой-то момент с моим партнером, тогда нас было еще трое, с Алексеем Абрамовым, вот, и Максимом Ивановичем, мы додумались до того, что брак надо покупать. Люди не понимают, что с ним делать, они его хотят выбросить, а мы его просто весь покупали сразу. В зависимости, если я понимал, какая проблема, то я покупал все сразу и платил чуть больше. А если не понимал, какая проблема, то я покупал его совсем дешево. А для людей, которые продавали компьютеры, тогда была доходность очень высокая, маржа, и за брак получить хоть какие-то деньги, для них уже было огромным преимуществом. Вот. Через какое-то время мы научились много покупать у больших компаний. И в какой-то момент этот рынок себя исчерпал, а мы уже заработали, и я понял, что надо куда-то двигаться. Вот. И я улетел в Сингапур, куда летели все тогда. Надо заметить, что это был первый такой в моей жизни приступ работоспособности. До этого я был весьма ленивым человеком. Вот. А там у меня был приступ, я обошел все компании, которые там были, тогда была такая штука, желтые страницы, в них было написано по секторам, кто чем занимается. Я вот, мне кажется, что процентов 40 компаний Сингапура, я пешком обошел, со всеми поговорил на моем в то время еще кошмарном английском. Сейчас он плохой, а тогда был кошмарный. Ну, в общем, обошелся, всеми с ними поговорил, и, ну, дальше я понимал, кто чем занимается, и, соответственно, выставив такие профили двух компаний, понял, что, чем мы будем заниматься. Вот. Но за время работы у нас уже был такой нетворк большой со всеми компьютерными компаниями, что мы успевали перепродавать, и то, что мы привезли сами, и еще, поскольку я знал всю Москву, я еще и у них мог дешево купить, еще перепродать. В общем, вот такая незамысловатая двухходовка купил-продал, она в то время была крайне работающим, так сказать, механизмом зарабатывания денег, и через какое-то время мы превратились в весьма большую компанию. В 96-м году я практически уехал в Сингапур, в 94-м я там жил много, в 95-м еще больше, в 96-м я уже был в Сингапуре, и в Сингапуре я уже, поскольку покупал я много, я научился покупать и продавать тоже там. При этом в Москве компания осталась. И к 99-му году, наверное, у меня уже была достаточно большая компания в Сингапуре, я продавал миллион процессоров и примерно 40 миллионов чипов памяти, которые тогда были. При этом я спал с двумя телефонами, поскольку там Америка, Бразилия, Индонезия, Япония, то есть я все время мне могли позвонить, я просыпался, вспоминал цифры, покупал, продавал, вот так вот жил достаточно долго, но тогда возраст позволял мне и в общем-то ну я понял, что это очень сложно. И тут в 99-м году в Москве Алексей Абрамов остался и мы, Максим Ванурин от нас ушел, мы разменялись и в 99-м году я сейчас рассказываю про компьютерную часть, потому что в это время у нас уже было много бизнеса, других я про них тоже расскажу, если вам будет интересно, конечно. Вот, в 99-м году мы встретили другую компанию, вот у нас было еще соседи нашего общежития Сергей Капитонов и Купряшкин Саша, у них была компания Формоза, которую, если вы знаете, там тоже был такой большой гигант в компьютерной индустрии. И в 99-м году была такая компания, она называлась, моя компания называлась Лизард на тот момент, как вот ящерица в английском, и была компания Сетилинк, которая тоже, которой владели физтехи, с факультета химической и молекулярной физики. Вот, и в 99-м году мы просто сели, поговорили, и мы поняли, что укропнение может дать мейксенс, как говорится. мы поговорили с ними, и в 99-м году мы образовали совместную компанию, которая сначала называлась ЛСГрупп, сейчас эта компания называется Мерлеон, соответственно. Мерлеон мы назвали, потому что я жил в Сингапуре, а Мерлеон это значок такой, Сингапур, такой морской лев. И в 99-м году появился Мерлеон. И то, что мы, ну там, этот рынок комплектующих делился по сегментам, там материнские платы, видеокарты, жесткие диски и так далее. В сегменте материнских плат вот Формоза была, которая развивала свое собственное производство здесь, им бы, по сути, больше никого не было. И мы, получив вот такое, в одном сегменте какое-то огромное доминирование вот в этом, получилось так, что наша клиентская база начала расти. И вот мы жили вот на этом экспоненциальном росте, пока в 2008-м году я не продал свой пакет моим партнерам. Но к этому времени это уже была зрелая компания. У нее было примерно около 2 миллиардов долларов оборот был и работало там несколько тысяч человек. Я сейчас уже... Почему решили тогда? Знаете, на это было несколько причин. Ну, во-первых, существует усталость такая от того, что ты делаешь одно и то же. Но для меня лично я признаю, что мне не нравилось руководить таким большим бизнесом, потому что не руководить я не мог, но как бы не заниматься им, просто быть пассивным акционером, а руководить. И в какой-то момент я так полуфилософски взглянул на свое состояние, и я понял, что это не я управляю этим бизнесом, а я раб этой большой системы. То есть когда у тебя там у нас было 100 поставщиков, там и из них этих 100 поставщиков у них у каждого еще по 3 вице-президента, которые приезжают и хотят тебя увидеть, и у тебя расписание построено, еще нужно какие-то внутренние вопросы решать, еще это начинается такая ситуация, когда ты просто абсолютный заложник своего, своей работы. Ну, и я подумал, что у меня там в то время, сколько мне было там, 40 лет еще не было, да, получается, это не было, то есть мне было 30 там, лет 35, я думаю, ну, хватит уже, что, заработал дидик, надо что-нибудь поинвестировать. Пока мы дальше не пошли, потому что вы говорили, что у вас на самом деле вообще из всех ваших партнеров вы максимально большим количеством бизнеса занимались, в том числе это же было не ваш единственный, у вас сразу были. И вот тут интересно, наверное, всем тоже, как вы вот это выбирали, делая вас это было чутье, что нужно идти в эту сферу или не в эту сферу? Потому что у вас на довольно... Вот смотрите, к тому моменту, когда это... У нас еще в 95-м году мы сделали компанию, которая начала делать диджитал видео, когда мы просто понимали, что будет свитч из видеокассет в диске, в CD. Мы сначала сделали видео с CD, потом сделали компанию, которая DVD производила, я получил эксклюзивный контракт от Мосфильма и после этого стали покупать кино вокруг. Но мейджоры, которые вот там МГМ, Sony, там все большие, мы с ними разговаривали, они предпочли работать с той же дистрибьюторской сетью, которая была, а всех маленьких, которые есть, маленький Голливуд, Мирамакс, там еще, которые к мейджорам прямым не относятся, мы подобрали и забрали это, потом, поскольку я жил в Азии, я еще объехал всех этих летающих китайцев, всяких, которые... значит, Гонконг, мы забрали все права, забрали Корею, потому что тогда она была вообще неизвестная и ужастиков корейских никто тогда еще не понимал, что это такое, вот, и мы все это привезли и стало как-то... Это произошло, почему это произошло? Почему произошло это? Как этот бизнес пришел, я уже не помню, честно говоря, но, наверное... Не, не помню. В целом, вот паттерн, вот если посмотреть на вас, много разных бизнесов из разных сегментов. Да. Ну, то есть, как это? Это все бизнес такое. Либо приходили какие-то партнеры, либо у вас какое-то читье, либо вы там, не знаю, команда аналитиков большая. Видеобизнес у нас был Максим Ванурин, он любил всякую покупать новую хрень, вот. Он, когда деньги появились, он технологический маньяк, он там что-нибудь пойдет, что-нибудь купит, скажет, о, это хорошая вещь, вот это вот, это интересно. А вот это вот так. А вот здесь будет, потом он пришел, там, сказал, говорит, вот смотри, сейчас будет так, а потом будет DVD, а потом будет это. Я говорю, о, там хороший рынок, там, я знаю, там на эти, на видеокассетах и немного зарабатывают, давай подумаем насчет этого, сейчас будет меняться, потому что, когда рынок устаканился, это вот как лава, знаете, которая вытекает, пока она жидкая, ее можно ложкой там перекладывать, а потом он застывает, этот рынок, уже очень трудно доли менять, забирать, пока не наступит какого-то фундаментального процесса, который должен произойти на рынке, который должен его менять, там какие-нибудь трещины появятся, ну, что-нибудь такое. Вот такие, когда, когда вот начинает меняться рынок, вот, меняется носитель, например, то, соответственно, вот, если вы посмотрите, в ЦРТ-телевизорах, которые старые, такие большие, которые вы не видели уже, такие круглые, они были, были одни лидеры, а потом пришел рынок LCD-панелей, вот там поменялись лидеры. Всегда, когда идут большие структурные изменения на рынке, это всегда дает возможность туда войти. Вот, ну, я рассуждал тогда так, а Максим пришел, сказал, что вот это будет сначала это, потом это, я говорю, ну, давай DVD дождемся, потом походил по кругу, и говорю, нет, давай лучше не так, давай сначала сделаем видеосиди, потому что все пишут, что он умрет, но мы ко всем побежим за это время, договоримся со всеми, и когда придет DVD, уже контракт наш, он сказал, о, хорошая идея, да, мы пошли, приехали в Малайзию, в Малайзии я нашел, там, одну из первых была студии, которая делала DVD, мы выпустили первый DVD в нашем рынке, который был, и после этого я пришел в Мосфильм, сказал, смотрите, вот я DVD вашу сделал пиратским образом, смотрите, давайте лучше вы мне контракт подпишите, они говорят, ну, логично, раз уж ты уже выпустил, что делать, на, мы взяли, приклеили, все такие были наклеечки, такие, голографические, атмосферные, мы их наклеили, вот все, у нас получилось, DVD-шечка хорошая, а потом мы стали уже целую всю линейку, выпустили, долго мучились, потому что пиратский рынок всегда был большой, но мы никогда не делали ни одной продукции пиратской, кроме первый раз, когда сделали, но мы их не продавали, потому что мы сделали, и им показать, как это может быть, соответственно, вот так получилось, а потом, раз уж ты продаешь Мосфильм, то надо, естественно, иметь спектр, потому что, чем больше у тебя линейка товарная, тем легче разговаривать с дистрибуцией дальше, которая по стране, соответственно, ну, я пошел, у меня в этом смысле не было барьеров, я мог поехать прям там куда-нибудь к Вайнштайнам и разговаривать, начать, если бы меня опустили, я бы к ним поехал, бы сказал, дайте мне контракт, но в этом смысле я не очень переживал, вот, и, соответственно, был такой вот бизнес, но в это время у нас было еще несколько бизнесов, вот, был бизнес мебельный, мы продавали мебель, мебель произошло так, мои партнеры какие-то, вот это я помню, они пришли ко мне, говорят, мы купили контейнер мебели офисной и все продали, быстро очень, потому что европейская дорогая, а мы из Малайзии везем прям за 30 копеек, я говорю, отлично, приехали, ну, чтобы так, посмотрели ценник российский, посмотрели там, ну, вроде экономика вообще склеивается, тогда я просто нашел фабрику, которая приехала на фабрику в Малайзию, сказал, давайте, так, 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 ну, и все, и мы продавали потом, 20 контейнеров мебели в день продавали, когда этот бизнес был большой, то есть, он сразу, а понимаете, в чем дело, это же торговля, это копипейст, ну, то есть, там, компьютерами торгуешь, здесь этим взял, поднял, положил, все, поехал, продал, все, все работает, выдумывать ничего не надо, то есть, в принципе, сегменты в то время все пробовали, это не только я делал, это все пробовали разные сегменты, бизнес структурно начал меняться в другое время, это уже в 2000-х годах, а до этого торговля, она была очень эффективная, за это время, и надо заметить, что хаотически выросшие компании, которые не успевали менять свою структуру, Мерлион в этом смысле, очень наши партнеры к нашему коммерческому хаосу добавили достаточно хорошее структурное мышление, и у нас была с точки зрения менеджмента компания выстроена по вот самым высоким стандартам, которые только можно представить, который, и это давало возможность на одном языке разговаривать с большими контрактами. В результате мы в какой-то момент имели настолько большое влияние в России, что даже есть в то время самые большие гиганты, HP и Dell, которые были в тот момент, подписались с нами в одной стране, у них не было ни в одной стране, одного и того же дистрибьютора было, эти продавали одного, эти второго, а мы были HP и Dell одновременно, дистрибьюторами в России, что было вообще очень большой редкостью, не редкостью, это уникальная была ситуация, Dell прилетел сюда, специально посмотреть на меня, я бы сказал, здравствуйте, давайте подпишем, он говорит, а почему, я говорю, ну вот смотрите, 20 минут, я ему, как этот, наперточник, не сделал, почему надо, это так подписать именно с нами, и он, в конце концов, согласился, так по-доброму, да, и вот так, ну, примерно так. Все интересно, то есть я, не знаю, как вы заметили, вот этот паттерн, что одно из того, что вы смотрели на рынок, на рынке, это когда происходят какие-то крупные изменения, вы начинали сразу смотреть какие-то, с одной стороны, тенденции, но одновременно с этим не только тенденции, вы начали искать, как я понимаю, разрывы поставки, разрывы поставщиков, и сразу это все заполняет. Ну, просто рынок, это же такая, то есть часто рассуждения, которые рождаются, они достаточно просты, не надо быть там какой-то, ну, просто нужно логично понимать, что он меняется, там есть технологические связи, есть какие-то там смены, есть какие-то структурные изменения, когда, допустим, там приходит, там, Тинькофф, например, на рынок, то есть появляется онлайн-банкинг, и это структурные изменения на рынке, со старым продуктом, люди, которые приходят с новым продуктом, он бы никогда в жизни сюда не зашел бы на этот рынок, если бы он не сделал просто такой продукт, который живет по технологии продакт-менеджмента, то есть, ну, то есть то, что сегодня там по всем, то, что метриками меряется, я имею в виду, вот продукт, это же в мое время это уже не было еще там, ну, как в начале у нас было, купил, продал, деньги в карман, все. Вот если ближе к современности, вот начиная там с 2008 года вы вышли тогда из своего крупного бизнеса, который вы долго развивали, и после этого вы же все равно, то есть вы и предприниматель, и инвестор, рынок начал меняться, все равно же уже надо было по-другому как-то смотреть, или в целом все те же… Ну, вот смотрите, когда я вышел, у меня был такой пакет, который был очень консервативный, и были деньги для хулиганства, то есть когда я там куда-нибудь вкладывал, смотрел, что произойдет, но не получилось, ладно, зачеркнули, выбросили, то есть примерно так. Давайте я вам расскажу про один проект, который… Вы спрашиваете, с чего это начинается, мне пришел мой старый друг, бывший мой преподаватель, академик Бугаев, и говорит, вот там Велихов, такой, не знаю, знаете вы или нет, но это Великий тоже наш академик, который в институте ядерной физики, значит, говорит, он в свое время для Сороса сделал срез по российской науке, что может быть интересным там в российской науке, может, посмотришь там, что-нибудь куда-нибудь, придешь, ну, я говорю, ну, конечно, посмотрю, давайте с удовольствием, полистал, посмотрел, и нашел какой-то проект, который другой академик сказал, что, ну, эта вещь прорывная, это защита от коррозии, потому что защита от коррозии, это вещь такая, ну, я посмотрел, ну, вроде, да, интересно, и начал заниматься, ну, как бы взял, эти люди пришли ко мне, я им дал какие-то, ну, это в то время это называлось, стартап не называлось, вернее, слова такого еще не было, но они пришли ко мне и говорят, вот, давайте мы вот будем этим заниматься, называлось позаниматься этим, вот, давайте позанимаемся, ну, давайте позанимаемся, значит, пришли, В общем, проект остался, людей выгнал, потому что они были очень тупые и не понимали, что они делают. Пришлось набирать туда своих ученых, потом эти ученые долго ковырялись, мы пытались защищать от коррозии все, что угодно там. И потом в один прекрасный день мы защитили от коррозии нефтяную трубу напрочь. Значит, и оказалось, что это хорошая история. Мы продали какое-то количество этих труб в разные нефтяные компании, вернее, как продали, мы поставили, посмотрите, будет там она умирать или нет. И все это было достаточно хаотично, и в какой-то момент у меня появилась вера. Почему? Потому что мы куда-то поставили, там что-то где-то сгнило, где-то отвалилось, и все как обычно. Но когда я видел эту трубу, я понял, что на самом деле мы не умеем делать нормальное это покрытие, которое мы сделали, первое. Второе, но оно будет работать. Оно будет работать, если это все сделать по-человечески. И этот бизнес так медленно-медленно рос. Потом в какой-то момент мы поняли, что его надо дополнить этим. То есть это, наверное, единственный бизнес, который я взял из идеи и довел сегодня. Вот сегодня это компания, которая производит количество трубы, если скрутить ее, то это будет отсюда до Владивостока. Ну, за год мы структуру производим. Это четыре завода, один и продажи по всему миру. Вот сейчас, завтра, а послезавтра я влечу в Мексику, потому что мы строим завод в Мексике, значит, соответственно. Но это было и по этой технологии мы написали стандарт ИСО, который International Standard Organization. Написали мы сами этот стандарт ИСО, мы производим 60% продукции во всем мире по этому стандарту. Мы 80% российского рынка занимаем и имеем продажи в Америке, которые достаточно для того, чтобы строить там предприятие. Я к чему это говорю? Что вот там у меня, я считаю, что совершенно другая компетенция была, это терпелка, потому что столько терпеть этот кошмар, я не знаю, как я его терпел. В какой-то момент это уже был в нашем внутренней терминологии, называлось чемодан без ручки, который там тяжело нести, а выбросить жалко. То есть вот так как бы это. Вот в какой-то момент это стало. А потом, когда в какой-то момент эта компания раз, она выправилась и стала зарабатывать нормальные деньги, ну, сегодня она зарабатывает там 13 миллионов долларов в год, зарабатывает эта компания, и стоит, я думаю, порядка 150 миллионов долларов. Но мы ее взяли просто, это вот как для меня, это такая штука, уже вопрос принципа, я хочу довести ее до какого-то состояния, чтобы сделать IPO, потому что это означает, что ты вот как бы от эмбриона, значит, до похоронила, то есть всю жизнь компанией прожил, вот довел до IPO. Я считаю, что это вот было бы для меня большим челленджем, если это получится, вот тогда я был бы счастлив. Вот то, что у меня так было. Тут тоже интересно, потому что, ну, на самом деле, как ни странно, это звучало очень похоже на стартапы, когда ты тоже долго должен терпеть, да? Понятное дело, ты не можешь, там еще, у тебя нету столько в облигациях, чтобы тебе поддали, наверное, деньги, проще, да? Но стартапы, они тоже терпят. Но тут вопрос, вот, вопрос сверху, как... Ну, вот у TRU, например, который, из-за которого, наверное, я сюда попал, я не знаю, как я сюда попал, может, из-за того, что я вообще из тех союз, я не знаю. Вот, ну, у TRU, например, там тоже был период, когда надо было терпеть. Я пришел, ребят было, по-моему, там, человека, ну, пять или четыре, может быть, там, вот два фаундера и еще два человека, три человека работало. Вот, я сел, посмотрел на Ваню, который был фаундером, поговорил с ним, и я понял, что он вменяемый парень, то есть он правильно рассуждает, коммерчески, логично, и в этом случае была ставка больше на команду, наверное, то есть. Но я понимал, что я им тоже нужен, потому что, наверное, количество... Мой опыт показывает, что, вернее так, мой опыт, как мне показалось, был полезен для компании, потому что, ну, иногда не надо набивать шишки, когда ты понимаешь, почему делать по-другому не нужно, то есть можно просто бежать и просто делать, когда ты говоришь, здесь надо делать так. Он говорит, почему, а если ты прошел вот эти вот, там, сколько у меня было, я не знаю, там, десятка, полтора, наверное, компаний, вот, когда ты в разных ситуациях побывал, то уже в этот момент достаточно легко понять, что вот так делать точно не нужно. Или есть логическое объяснение к каким-то вещам, как расти, где, когда ты чувствуешь, что есть волна, что нужно быстрее расти, чем могут, когда ты нужно пользоваться. В какой-то момент УЧРУ пользовалась тем, что у нас, как бы так поскромнее сказать, ну, капитализация акционеров гораздо больше, чем капитализация УЧРУ, скажем так, существенно. У нас была возможность использовать, класть денег, сколько хочешь, ну, сколько им надо было. Ну, я не знаю, насколько я там кофаундер, это слишком почетное для меня звание, но в какой-то степени мы много общались по бизнесу с ребятами. Ну, и когда компания была маленькой, еще же, понимаете, нужно быть visible с точки зрения GR, то есть, ну, а кто будет разговаривать с мальчиками, там, ну, как бы, у меня-то уже, я-то с пробегом уже по России, поэтому у меня длинный хвост, я там, все-таки, кому-то, где-то позвонить могу, что-нибудь сказать, там, привет, там, например. Вот, и поэтому немножечко, может быть, легче эту мы историю прошли, ну, в какой-то степени. Но в этом смысле стартапы часто не имеют, ну, не допонимают, какой инструмент им на этом этапе нужен. Ну, то есть, кто-то начинает там жалеть, думать, вот, сейчас я долю отдам, и все, и конец моим деньгам, вот. И вот тут будет на миллиард меньше, потом у меня, вот. Или там какой-то другой говорит наоборот, там, сейчас продам долю, я отдам, хоть трава не растет. Вот, ну, тут нужно, тут невозможно, нету, мне кажется, какого-то конкретного ответа, который бы на вопрос. То есть, с точки зрения лайфхаков, где-то бывают люди, у которых коммерчески понимают, что это будет. Всегда нужно понять, что, первое, что это нужно людям, второе, что за это будут платить. Вот. Если это нужно людям, но за это не будут платить, то будет очень хороший стартап, но недолго. Вот, в общем, полезный будет, но мертвый. Дело в том, что оплата того или иного, там, товара или услуги, она является гарантией социальной востребованности. Это означает, что человек готов расстаться с эквивалентами, с денежными знаками, готов расстаться. Это означает, что социально востребован проект. И чем больше социальная востребованность этого процесса, тем больше, соответственно, готовы платить. И очень важно, чтобы была выручка. То есть, в целом для вас был показатель, когда вы быстро запускаете, кажется, хорошие идеи и быстро смотрите результаты. Если результаты нет, то... Да, но мы говорим о том, что иногда нужна терпелка. Вот иногда, когда ты все-таки внутри себя мучаешься, то есть надо, не надо, там, вот, это... Ну, это, наверное, самые золотые времена, когда вот ты живешь, там, вот, встречаешься с девушкой, думаешь, надо, не надо, вот, не знаю. Ну, наверное, это одно, вот это, по-моему, переживания, они тоже прекрасны внутри этого проекта. Я не знаю стартапов, которые бы сошли и сказали, сейчас у нас все до самого концерта даст, и все, прям вот все. Я помню Аркашу Воложек в 90-каком-то там, не помню, каком году, была у нас какая-то там встреча. Я говорю, как? Ну, черт его знает, пока не понимаю. То есть, тоже у него были сомнения, а потом как дал он сейчас в космосе, вот. Поэтому... Вы еще одну интересную тему затронули. Когда вы сказали, я увидел команду, я увидел вот этого фаундера, все, поедел. Но тут интересно то, что... Нет, не то, что он меня впечатлил, он двухметровый такой человек согнутый, нет. Я не увидел, я услышал. Он очень понятно излагал то, что происходит. Но, скажу честно, здесь я немножко лукавлю, потому что, когда в 2010 году у меня был один товарищ, он мне задал вопрос, говорит, а где бы ты хотел присутствовать? Ну, вот как бы, я говорю, понимаешь, вот, я бы точно хотел заняться образованием, потому что я даю сто процентов, что вот эта вот айтишная история, которая сейчас развивается, она для образования точно даст буст, ну, сто пудов просто. Вот как бы, бабушки, не ходи, все будет точно, там будет буст. И я хочу им заняться, мне просто внутренне это нравится. Хотя, конечно, после там тяжелых девяностых, когда приходилось разговаривать с людьми такими, примерно моего вида, вот, как бы, образование кажется чем-то немножечко таким рафинированным, вот, и, ну, это как бы, то, когда туда начинаешь заниматься, там просто обыкновенный рынок, такие же люди, эти детишки бегают хорошо, вообще, ну, вот, примерно так. Еще интересно, вот, что я хотел узнать про команду, и вообще не только про команду, про фаундер, то, что вы достаточно много инвестирули, причем в разные сферы, ну, очень активно. И как вы выбирали, то есть, что для вас успешный фаундер, или какие вообще вы паттерны смотрели, вот то, о чем вы сказали? У меня не было логики, у меня была блажь вот в каждый момент. Вот, допустим, понимаете, когда, вот, я еще расскажу про Мерлион, когда я уходил из Мерлиона, у меня большинство денег было там, да, но, как бы, и вы сидите, и это такая большая махина, наложенная на, ну, скажем, не всегда милые российские реалии, то ты понимаешь, что у нас из защищенных, пожалуй, один человек, зато надежно, вот. И в этом смысле, как бы, иметь все в одной корзине, у тебя уровень твоего дисциплины, он очень высокий, потому что все в одном месте, ты должен прийти на работу, поклониться деньгам, сказать, что вы сегодня хотите. Сегодня ты едешь у нас туда, ну, ты говоришь, спасибо, я пошел, можно? Можно, все, пошел. Съездил туда, с теми поговорил, сделал деньгам то, что им нужно, вернулся, и опять сидишь, ждешь, что они тебе прикажут. Вот, а когда я оттуда вышел, у меня стало там много, я понимал, что, ну, в принципе, там, я спокойно отношусь к затратам, мне абсолютно не нужно, то есть у меня есть друзья, которые там помешанные, вот им они только джеты вылетают, только на яхтах плавают, только там, ну, больные люди. Мне это достаточно безразлично все, поэтому, ну, у меня была блажь, допустим, если мне нравился проект, я мог там вложить в него денег, и, как сказать, я понимал, что я плачу за опыт, ну, в какой-то степени, ну, конечно, это не то, что там куда попало, то есть, хотя и так тоже было, вот, но, в принципе, я платил за опыт, и в какой-то степени я считаю, что я не ошибся, ну, как бы, понимаете, сделать, вот, у меня было, наверное, там, вот, если взять бизнесы, про которые я говорил, вот, мебельный бизнес мы продали тоже, ну, то есть мы просто не продали, там уже некогда было им заниматься, просто он был с миллионом 1 к 50, ну, и там сидеть, смотреть, что происходит, мне было лень, я отдал его свои, у нас были еще партнеры, там, мы его, как бы, сказали, вот, сколько у нас там денег есть, верните нам все, нам надоело там зарабатывать, дайте нам денег, и все, и идите, зарабатывайте дальше, вот, этот мы отдали, бизнес, который был с DVD, я понял, что DVD все, вот, а тогда еще был такой гэп, в котором никто не зарабатывал деньги, потому что пираты, еще не пиратская история не родилась, и доминировали пираты, и все, что касалось стрима, весь стрим был пиратский, вот, и стрима, который бы зарабатывал деньги, тогда не было, и этот бизнес, получается, он какое-то время убер, вообще, а вот, если, говорить про эпоху, кино это самое замечательное, сначала, значит, в советское время билеты в кино продавались, там кино было только так, потом видеокассеты появились, потом появились DVD диски, потом это все умерло, и появились стримы, то есть, ну, там, DVD, потом был еще, там, какой-то Blu-ray, там, который уже, там, ну, сразу мертво бродился, вот, и после этого уже стрим был, а вот между ними была дырка, и все, кто этим занимались, умерли, и все, кто пришли в стримы, пришли уже, но, к тому времени уже сформировались российские большие мегаинвестиционные структуры, которые, владея, там, какими-то разными каналами, они уже приходили так монументально, ну, там, сейчас, вот, на этом рынке, вы же знаете, там, какой-то ОКО, там, СБЕР, там, КИОН, это, там, МТС, там, ну, ДФК-система, там, эти все большие, такие уже мегагиганты, они уже туда сразу так, ух, там, ну, денег, вот, сейчас уже труднее, потому что, но сейчас появилась такая огромная поросль стартапов, когда можно какую-нибудь, там, штучку сделал, маленькую приложение, раз, 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 у тебя все пошло, вот, ну, если в порядке, то работает, вот, соответственно, сейчас ландшафт очень сильно поменялся бизнеса, и поскольку я все время, как бы, ходил в спортзал, в смысле того, что тренировался новый стартап и все время какие-то делал, я как-то за этим временем еще, как мне кажется, успеваю, вот, хотя многие бизнесмены моего возраста, они уже сошли из дистанции и в этом смысле уже неинтересны, они остаются, но есть сегменты экономики, которые вообще не поменялись, понимаете, допустим, там человек, ну, нефтяную возьмите отрасль, это вот очень-очень-очень консервативная вещь, там, люди как хотели, там, трубы, там, чинили, или, там, буровые какие-то вещи делали, так они еще будут там, не смотрите на это, все эти глазки, еще там, еще в ближайшие годы не поменяется, даю 100%, это пока только слова и большое давление, которые... Но сейчас есть зона ESG, ESG как процесс точно будет абсолютно важным, то есть он... Почему раньше не было процесса ESG, потому что на глобальном уровне не существовало механизма реализации политических пожеланий через экономическую среду, и сейчас модель эта выбрана. Политики накачивают общество тем, что тема важна, общество начинает разукрашивать деньги, зеленые деньги и красные деньги, а когда вы... А очень большая часть инвестиционного пространства мирового, это фонды, пенсионные фонды, всякие другие фонды, и сама по себе, так сказать, культура инвестирования, мораль в инвестировании, она начинает влиять на капитализацию компаний. Внутри компании появятся президенты, вице-президенты по ESG, все большие компании уже у себя такого завели обязательно, и ESG будет частью жизни. Мне этот процесс в целом не нравится. Я объясню, почему. Вот Карл Баркс однажды ввел такое полупсихиатрическое понятие эксплуатации в экономические рассуждения. В результате мы получили революцию в нашей стране, последствия которой, как говорит Мао Цзэдун, еще неизвестно. Просто Мао Цзэдуна как-то спросили через 100 лет после французской революции, говорит, вот 100-летие революции, какие последствия? Он говорит, ну пока еще неизвестно. Так и здесь тоже. Мы пока еще не очень понимаем последствия революции, насколько это у нас еще будут рецидивы в нашей стране, потому что, ну... Какие видите минусы? Кстати, все знают, что такое ESG? Ну, ESG это карбоновый след для простоты, но плюс там еще не только экологические, социальные эффекты. В общем, чтобы все компании были ответственными, грубо говоря. В чем вы видите минусы вот этого движения? То есть... Я не люблю, когда в экономику, которая работает по факторам рациональным, вводятся иррациональные понятия хороший или плохой. Потому что вот эта граница, вот, это хорошая компания, а это плохая. Понимаете, это может привести к очень плачевным вещам. Вот, вот, как бы, что сегодня говорят Китай и Индия? Они говорят очень просто. То есть вы предлагаете нам, чтобы люди умерли от холода? Вы хотите, чтобы мы освободились как? Чтобы мы... То есть, вот есть 19 век, это век угля, 20 век, век нефти, 21 век, это, значит, возобновляемые источники. В Индии сейчас произошла революция, они перескочили. Они раньше дома топили коровьими лепешками, прости господи. Вот. А сейчас они, значит, дома топят LPG. У них наладилось и ликвид газ. Газ, да? Значит, то есть появились баллончики, где можно дома пищу приготовить и обогреться газом. То есть это хорошо или плохо? Ну, если смотреть на коровьи лепешки, то вроде бы хорошо. То есть, вот. А если смотреть на... С глазами Байдена, так они просто... Это у них карбоновый след, аж просто до Америки. Поэтому это плохо. На самом деле, внутри этого, на мой взгляд, находится... Америка и Европа не понимали, каким образом остановить экономический рост Китая и Индии. Потому что это напрямую ведет к проблемам. Они посмотрели, что... Ну, возобновляя экономику... И без них невозможно решить проблему глобального потепления. Она же есть, присутствует объективно. Невозможно без них решить. Нужно как-то сделать, с одной стороны их заставить, а с другой стороны... Ну, извините за выражение. В какой-то момент палки в колеса. Поверьте мне, мир не устроен так, что все друг друга любят и хотят. А вот как бы нам Индию развить? Байден так не думает, поверьте мне. Тем более, так не думает. Соответственно, никого он развивать не собирается. Отсюда вывод очень простой. Найдена политическая модель, которая будет останавливать рост Индии и Китая и одновременно решает проблему глобального потепления. Пытается. Потому что сегодня... А как это остановить? Остановить очень просто. Это мы покрасим все предприятия, посчитаем ваш карбоновый след. И чтобы мы у вас купили за наши деньги, вы должны нам показать, что вы там делаете так. Это для них становится сложнее. Себестоимость всех товаров вырастает. Конкурентоспособность западных товаров с высокой себестоимостью... Вот если маленькую себестоимость и большую увеличить на... То, соответственно, они по процентах будут ближе. Соответственно, это будет конкурентоспособность западных товаров повышать, восточных снижать. Они, может быть, одумаются вернуться к политике, которая будет демографически сдерживающая. Потому что на сегодняшний момент мы находимся в том, что Китай и Индия не могут себе позволить политику, которая сдерживала демографический рост. Поскольку экономически активное население в Китае должно расти, чтобы сохранялся рост. Если они сейчас остановятся, то у них возникнут социальные обязательства перед старшим поколением, младшее поколение будет. Таким образом, мы начали... Ну, примерно такая модель. А начали мы с ESG. Я думаю, что разобраться в том, что такое ESG и технологические проекты, которые будут в ESG, это очень хорошая тема, которая будет очень быстро продаваться и много. Вы уже инвестировали в какие-нибудь проекты или сами, может, вы делали? Тот проект, который борется с коррозией, он делает то же самое, но продается, как и ESG. Я объясню, почему. Дело в том, что мы сокращаем количество трубы в 2,5 раза произведенной. Никто не представляет себе, сколько этой противной трубы в землю засунуто. Понимаете? Ее засунуто огромнейшее количество. В Соединенных Штатах Америки находится около 2 миллионов скважин зарегистрировано и 1,7 миллиона скважин. Представьте себе, 1,7 миллиона скважин, каждая из них в среднем 1 километр 300 метров. То есть... И теперь возьмите все это, умножьте, перемножьте вместе, и вы поймете, что... Как Вернадский придумал, мы живем в ноосфере, которая очень такая, как тоненькая пленочка на земле, 100 метров натянутых на всю землю. А когда трубу вот так засовывают, ее же никто не видит, пусть она там лежит нормально. Ее очень много, и чтобы ее производить, выбросы огромные нужны для этого. Я не буду углубляться в технологические особенности нефтяной промышленности, потому что если труба наша, у нас есть антипарафиновая, надо, чтобы парафины не прилипали к трубе, нужно ее обрабатывать. И эта обработка ведется таким образом, что еще метана огромное количество выделяется. Поэтому мы напрямую... Мы не придумали, что мы теперь ESG, но эта тема ESG, она стала волновать. Когда мы про нее говорили 5 лет назад, что меньше трубы будете потреблять, то нефтяные компании так устроены, что те люди, которые покупают, они говорят, меньше покупать? Ты с ума сошел? Зачем мне меньше покупать? Мне надо больше покупать. Те, кто закупают в этих компаниях. Но теперь появился, так сказать, controversial чувак, который внутри говорит... Не-не, подожди, я президент по ESG, мне надо отчитываться. Ну, мне нужно ESG. Продажи выросли, наверное, да? Ну, вот мы поэтому сейчас собираемся построить 5 заводов за 5 лет. То есть это увеличит вот нашу емкость компании до возможного IPO. То есть вот именно поэтому я и хочу уже добежать ее похоронить на этом IPO, и слава богу. Ну, такая. В целом, очень интересно, как вы смотрите на это. То есть я бы на... Ну, мы на самом деле много сейчас видим то, что сюда идет. И я, честно говоря, удивлен, как в России очень быстро это проникает. ESG? Да. Дело в том, что степень, так сказать, информационное пространство, как они говорят, gets unified, то есть становится крайне одинаковым во всем мире. И все идеи, которые основные возникают, они это... И существует еще очень интересно, что этика не до такой степени, а вот мораль начинает кристаллизовываться базовые принципы морали. Из-за того, что очень много интернационального общения, базовые принципы социальной и морали, они начинают становиться одинаковыми во всех странах. Они становятся вне религиозных. То есть те части, которые есть... Ну, ответственная за мораль исторически всегда была религия. Соответственно, те части из каждой религии и всего чего общего человеческого общения учленяются, те части, которые становятся едиными. И появляется возможность... Вот это как будто Бог нам послал этот процесс глобального потепления, для того, чтобы мы вокруг него появились первые признаки всего единого пространства мирового. Потому что, ну, любой человек, у которого там зачатки вижена существуют, он понимает, что это там географизация общества, то есть где государства являются доминирующими decision-maker'ами в мире, оно там через 500 лет, там тысячу лет уже точно закончится. Потому что, ну, странно делить людей в мире исключительно по одному принципу, где они живут. То есть потому что стали образовываться большие надструктуры, транснациональные корпорации, в которые приносят одну вещь. Появились сообщества, которые существуют, единая культура появилась, которая пронизывает все общество в разных местах, независимо. Есть люди, которые любят ужастики. Мы же не можем сказать, что они все сконцентрированы в Владивостоке, правильно? Они же находятся по всему миру. Или есть люди, которые нравятся там какие-то странные занятия, или игры какие-нибудь там, например, дота какая-нибудь, или там спорт, понимаете, они по всему миру. Очень много структур, которые дегеографизированы полностью, ну, где уже неинтересно. Даже вот если возьмете спорт, например, футбол сейчас, вот, конечно, чемпионат мира там интересно, но там вполне странно, когда, очень странно, когда играет команда, в которой живет в Сан-Марино, там, где играют там плотник и певец, там, вот, и какая-нибудь там Германия, в которой там живет 80 миллионов человек, ну, это странно, что они имеют одинаковый статус. Ну, так мир не должен быть устроен, это такая постидиотическая история, поэтому через какое-то время это все поменяется. Вот, к чему я веду, что к тому, что вырисовываются единые принципы морали и вот умение сохранять планету как таковую, это очевидно единая, то есть это такая база, от которой можно оттолкнуться, построить единую мораль для всей планеты. Вот, поэтому мне кажется, что это правильно и это хорошо. Вообще, с учетом вашего опыта и то, что многие сферы, когда вы шли, такой ваш вижен, да, он выстреливал, вот это очень интересно, вы поделились, видите вы что-то еще сейчас, куда, может быть, вы посоветовали пойти, либо вообще, может, сейчас подкинете идеи и скажете, вот кто сделает там, инвестирует, ну, то есть, может быть, что-то еще вы видите? Если мы говорим там глобальные какие-то процессы, конечно, мне трудно сказать, то есть, все диши, которые существуют на сегодняшний момент, какие-то, которые быстро будут расти, я не могу сказать, я, ну, видите, я же уже старенький, мне лучше, чтобы что-нибудь само росло, а я смотрел, вот, как бы там туда, мне уже как-то самому, что-то там, нажать кнопку, чтобы все выросло, мне уже не получится, наверное, вот, поэтому, тем не менее, у меня с сыном есть упражнения, мы периодически какие-нибудь с ним придумываем стартапы и какие-то там, он закончил бауманку и айтишник, вот, ну, и там, что-то делаем, но это, как правило, я могу сказать одно, что точно финансы, точно крипта, просто крипта, вопрос очень сложный, потому что там понамешано и политических интересов много, и экономических, и туда мгновенно бросаются, то есть, такие, как ходят с мухобойками, там, маленький вырос, сразу большое что-нибудь сделал, очень сложная еще, знаете, какую вещь, вот, когда стартап, очень сложно понять, будет ли кто-то большой делать то же самое, потому что ты маленький возьмешь, что-нибудь сделаешь, а завтра гугл так скажет, скажет, ты сделаю тоже все, и тебя нет, все, ты умер, допустим, там, вот ребята бегали, говорят, вот у нас есть идея, мы сейчас купим, мы уже купили 85 каналов телеграма, мы их все сейчас объединяем, делают сетку, и начинаем размещать рекламу, я говорю, а завтра Дуров приходит, и говорит, и я буду в твоем, в твоем, в каждом твоем канале, размещать рекламу, уже тебя не спрашивая, тогда что ты будешь делать, они говорят, интересный взгляд, я об этом не подумал, я говорю, ну вот подумай тогда, посиди, и проходит 4 месяца, я ему звоню, говорю, Коленька, ты читал, говорю, Дуров сказал, что теперь он в твоем, прямо вот, в телеграм-канале, прямо рекламку будет, вместо тебя ставить, вот, еще и цену сделал такую, что там она в три раза дешевле, чем сложившиеся там, и все, здрасте, вот, ну вот, здесь трудно сказать, потому что он тоже в своем степени прав, в какой-то степени, потому что, вот, например, если вы знаете, что когда YouTube стал рекламу давать, то нативка вся тоже начала переть, почему, потому что, по одной простой причине, то есть Google забрал, конечно, основную часть этого пирога, но, при этом появились, дело в том, что рынок рекламы, например, там я тоже успел, к сожалению, поучаствовать, вот, значит, он устроен так, что есть тяжелые компании, которые хранят почти весь бюджет, ну, понимаете, транснациональные там, допустим, там какой-нибудь, эти которые, про туалет все продают, про прокладки, мыло все, вот это вот самое, FMCG, которое они называют, вот, у них, как правило, крутейшие бюджеты, самые большие, и они, соответственно, определяют этот рынок, но для них нужна верификация, то есть, грубо говоря, ты разместил пост, нужно, чтобы кто-то из больших агентств, которые занимаются верификацией, это считали, а Telegram был не таким, вот, если в Telegram появляется верификация, грубо говоря, и вот признаю, что это, да, есть такой, вот там можно посты, есть какая-то компания, как считают, телевизионные метрики, там, на сайтах проще, потому что тут ты сам все видишь, ну, есть Google Analytics, есть на все, а в этом ты берешь, заходишь, есть такие простые, понятные методики, как только они становятся доступными для больших этих, то рекламные бюджеты кратно увеличиваются, то есть, этот рынок может вырасти не за счет того, что, ну, понимаете, да, о чем я говорю, он, грубо говоря, будет полегализован, так сказать, для больших компаний, туда могут вылиться огромные бюджеты, все, вот, все большое, что, и люди, которые живут с очень большой добавленной стоимостью, всякий парфюм, женский, эти, всякие, бьюти, бьюти, да, вот, и, ну, так, еще интересно послушать, очень интересно рассуждение, и, но вы при этом рассказали, как вот был парень, который хочет сделать эту идею, непонятно на самом деле, получится или нет, может еще что-то придумает, приводнется, но это такое, похоже, как на историю неудачи, ну, пока я неудачусь. Нет, подождите, я же говорю, что это непонятно, может быть этот рынок вырастет в 20 раз, а Балдуров на нем заберет там 30%, тогда он тоже вырастет. Тогда он шоколадный, точно так же, как с биткоином, там, допустим, в тот момент, когда выйдут криптофиаты, все, когда большие выйдут, когда выйдет на рынок и крипто доллары, и крипто евро, в этот момент, когда он начнет расти, это будет удар по биткоину, и регулировки, какие они сделают при этом, потому что, если сейчас нету, а так будет, скажут, да вот у вас есть крипто доллары, вот и вы и ешьте, вот так сказать, ну, и начать воевать с биткоином, как-то там уже тяжело, например, запретить всем гражданам пользоваться биткоином, это же возможно, пока государство управляет, но, соответственно, вот, если, поэтому я о чем говорю, что биткоин до этого момента, пока это доступен, и понятно, что это будет удар по нему, он свалится там, на сколько свалится, и на сколько вырастет до того момента, пока это не случилось, неизвестно, может, сейчас, если вложиться, он будет стоить 500, а потом пойдет до 300, ну, будет нормально, в 6 раз заработал, вот. Интересно. Можете рассказать, что мы сегодня много говорили, про то, как у вас компании растут, взлетают, как умирают, да, вот интересно послушать, как умирают, да? Сейчас будет. Значит, ну, поскольку у меня было, было образование, так сказать, квантовая электроника, в какой-то момент ко мне, естественно, пришли люди из квантовой электроники, это же логично, в принципе, Пришли люди, которые, был такой великий ученый, который придумал лазер диодный. Все считают, что его придумал Жарис Рафоров, но на самом деле все выглядит не совсем так просто. В 56-м году Швейкин Василий Иванович был такой человек, он защитил диссертацию в МГУ, в которой предвидел, что показал, что он не создал гетероструктуру, но он теоретически написал то, что электрические, за счет эффектов в полупроводнике можно сделать так, что если пропустить через него электрический ток, то оттуда вылетит квантик. Он это придумал и сделал. И как только это увидели эти наши товарищи, они все это засекретили на 100 миллионов тысяч тонн. И спустя какое-то время Алферов уже в Питере, который был в едином информационном пространстве, начал этим заниматься. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это не его. Но я имею в виду, что был предтеча, который человек, который это увидел с точки зрения науки, а Алферов реализовал это, довел до состояния, когда это уже стало работать. И это, конечно же, огромный титанический труд, и мы везде видим его результаты, то есть куда они кинем взор. Так вот, Василий Иванович когда-то пришел и сказал моему товарищу, одному сказал, давайте тоже академику, делование, сказал Виктор Челыч, я знаю, как делать диодные лазеры лучше всех на Земле. А Виктор Челыч пришел ко мне и говорит, мы знаем, как делать лазеры, хорошо. Ну и я начал этим заниматься. Я туда инвестировал, сначала мы делали исследования с Берлинским университетом, потом мы делали с другими компаниями. Мы даже в какой-то момент мы шли, 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 понимая, что у нас растут и растут и растут и растут результаты. Я не буду рассказывать про тонкости этого рынка, потому что он достаточно сложный, там по сегментам нужно рассказывать, но у нас росли, росли результаты, и мы в какой-то момент, когда я уже пришел и сказал, все, я уже туда инвестирую много лет, то есть там я проинвестировал туда в сумме, наверное, миллиона, это 4, наверное, 3 доллара, примерно так. Мы инвестировали, у нас была команда, которая ездила по всему миру, у нас были партнеры японцы, американцы, и мы делали вообще, как нам казалось, мы делали супергениальную вещь. Вот. Но в тот момент, когда мы пришли и решили продать нашу идею или начать выпускать, мы пришли к одним людям, сказали, вот мы сделали вот такой вот лазер. Говорит, он самый мощный, у вас вот полтора ватта, а у нас 10. Я говорю, да, но 10 не надо. Полтора достаточно. Я говорю, в смысле? Не надо 10, потому что там, 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 та цепочка, в которой участвует этот лазер, она рассчитана на то, что она будет 2. Если ты хочешь сделать под 10, нужно поменять всю индустрию. Она меняться под тебя не будет, и возможно через 15 лет мы туда пойдем, но сейчас дорога вот сюда, и это никому не надо. Вот. В конце концов нам повезло, и мы каким-то образом избавились от IP, то есть от интеллектуальной собственности, которую мы за это время в огромных количествах произвели. Вот. И, в принципе, мы какие-то деньги на этом вернули, но потеряли мы много миллионов, там, миллиона 3 потеряли, даже больше, 3,5. Так. Какой-нибудь вывод сделали или просто это обучение? просто напился с горя, и все, больше никаких выводов. Какие выводы? Все. Выводы уже поздно. Ну, наверное, вывод такой. Нельзя доверять людям, которые не... Дело в том, что понятно, что на фоне того, что мне было, в чем упражняться все это время, я просто, как бы, ну, приносил туда деньги, отсылал, думаю, что все будет хорошо. Вот. Но в какой-то момент я понял, что нужно просто либо самому... Вообще, скажу честно, что 90% успешных проектов я делал сам. Ну, в этом смысле я не очень хорошо умею инвестировать с закрытыми глазами. То есть, мне еще нравится самому что-то делать, ну, как бы, чтобы в этом проекте участвовать, чтобы чувствовать его ритм внутри. Не только там цифры принесли, посмотрю, вот ваше прибыль, вы отлично, замечательно. Вот. Ну, так не бывает обычно. Очень трудно найти людей, на которых можно ехать, но мне не удается во всяком случае. То есть, получается, ваши инвестиции ограничены, потому что, если вы инвестируете туда, где вы хотите принять участие, но в целом ваше время ограничено. То есть, вы как-то... Ну, конечно, ну, там, сейчас у меня вот... Да, порядка, по-моему, 16 проектов или 17, которые у меня есть, они разного размера, но их 16 или 17, и в них я, конечно, не могу во всех участвовать. Есть только... Ну, какой вообще стартап должен быть, чтобы вы захотели сейчас в него приинвестировать на текущий момент? Что-то должно быть у него такое, или это какая-то сфера, куда вы смотрите, или люди, ну, то есть, есть ли у вас вообще такое, или это по настроению? Нет, я думаю, что стартап должен быть с большим total value market, который существует, и должен быть с идеей, которая понятно объясняет, почему это может работать. То есть, если... стартапы, которые создают новые рынки, инвестировать гораздо сложнее. Это... Если новый рынок создается, над этим должен быть какой-то более глобальный, фундаментальный процесс, который есть. Вот, допустим, там... сейчас... Ну, вот, например, понятно, что, например, вот, если вы возьмете, какой-то сделаете датчик, который будет показывать количество CO2 в воздухе, в объеме каком-то, который идет из трубы, измеряющей. Это будет хорошая технологическая штука, на которой будет у вас вертикально интегрирована огромная индустрия измерений всего CO2, которая существует. Или то же самое про метан. Чтобы вы могли сказать не то, что там... А, метан. Нет. Можно сказать, вот столько, два литра метана, вот, например, там. Тогда этот процесс будет очень хорош. Ну, понятно, что вы сделаете. Вот тогда у вас есть первое это решение, когда вы говорите вот научное решение, это оно работает. Я даже не буду особо проверять, просто, ну, если там проверить то легко, это технологически как это работает. Вот это технологическое решение, оно должно быть и должен быть потенциальный рынок, который будет только расти. Тогда в него надо заходить и быстро, 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 быстро стараться совершенствовать. Я помню, был процесс, ребята сделали навигацию внутри больших зданий. Они, ну, чтобы, когда вы заходите в здание, у вас GPS перестает работать, ну, что можно было в аэропортах, в торговых центрах, во всех. Мы просто сели, посчитали и работала только одна модель, которая, так сказать, когда ты сам ставишь оборудование, сервисная модель и потом платишь, данные продаешь самому торговому центру. И там вроде бы все сходилось, хорошая математика была, но после того, как мы начали, я не поленился, отправил людей, они походили, навигация просто не работала. То есть она была заявлена, что она работает, но она не работала. То есть либо нужно было там даже они придумали совмещенную модель значит по Wi-Fi, там какие-то точки, по всему остальному, все равно не работала никак. то есть математически она была плохо сделана и поэтому я в нее тоже не уложился и слава богу они уже пристроились. да. Потихоньку, наверное, будем сейчас подключить зал, но дадал как сейчас готовьте вопросы, вот у нас есть только правило одно, это должны быть хорошие вопросы. а до этого вообще онлайн вопрос был, который как вы выбирали жену сердцем или разумом? Ну у меня две жены, поэтому я и так, и так выбирал. ну в две смысле последовательно. Ну первую жену, когда я выбирал, мне было там 20 лет, в 21 у меня уже дочка была первая моя, вот поэтому первую я уже не помню, как я выбирал. Ну первую жену я выбирал наверное из соображений максимального консерватизма. То есть мне всегда волновало, чтобы мы были взаимодополняющими. Но я переборщил. То есть как бы это же всегда диапара, кто-то должен быть более либеральный, кто-то должен быть более консервативной семье. вот бывает наоборот, например, женщины были либеральные мужчины, были консервативные. Вот в моем случае мне нужна была консервативная жена, и я выбрал консервативную, но настолько, что мы очень сильно разошлись в нашей жизни. То есть как бы она осталась такой же, а я очень сильно поменялся, она просто отказывалась это делать. Очень консервативная. мы прожили много лет, 25 лет прожили вместе. это так условно, конечно, в смысле мы формально были 25 лет в браке, наверное, в рейджи закусил. А вторую я выбирал из соображений того, чтобы она была добрым человеком просто, и все. Больше у меня ничего. желательно, чтобы красивая была, тоже хотелось бы, конечно. Вот. Так получилось. Так, сейчас переходим к вопросам из зала. Кто первый? Вы первый поняли. Здрасте. Хотел уточнить. Представляете сразу. Да, да. Меня зовут Максим. Я хотел узнать ваше мнение. Имеет ли смысл сейчас делать какие-то проекты в области образования, ну типа учи.ру, будем говорить, да? Или этот рынок уже занят и уже туда как бы дергаться смысла никакого нет? Ну вот ваше мнение. Вот смотрите. точно стоит делать там, я думаю, там непаханный край в этом образовании, на мой взгляд. Я могу вам рассказать то, что я, это значит, как это пишут, частное мнение не рассматривать как мнение компании учи.ру, то есть не так, да? То есть, хоть я там председатель совет директоров, но тем не менее освободимся от моих этих регалий. Я думаю, что если забрать по сегментам, первое, есть офлайн, онлайн разделенные, в офлайне очень много тоже поменяется, как в онлайне. В онлайне два сегмента, основные такие большие, которые, три даже, я бы сказал, сегмента, которые в российском представлены на российском рынке и вообще в мире тоже. Это селф-лернинг, то есть, то, что делает Учиру, там очень сложно конкурировать с Учиру сегодня по одной простой причине. Дело в том, что Учиру задает какое-то требование к контенту. Производство такого контента, когда вы продаете на миллион человек и на 20, ну, тяжело просто тратить те же деньги на контент, который нужно произвести. А Учиру идет по принципу, что мы каждый раз вкладываем все больше и больше контента, больше. То есть, он становится, двигается. Вот здесь я всегда использую модель, когда с ребятами внутри говорю, что если вы возьмете контент и отсортируете его по убыванию, так сказать, в терминах долларов за секунду, сколько потратили долларов на создание на одну секунду контента, то где-то здесь у нас будет какой-то селф-мейт контент какой-то там, то есть, как user generated UGC, который называется. А здесь будут находиться ролики рекламные и Голливуд, там, где миллион долларов в секунду фигачат на эти ролики. Ну, не миллион, предка 150 тысяч долларов в секунду стоит в продакшене больших рекламных роликов, которые там на супербол или на какие-то там большие ивенты делают специально. Но, то есть, вот, образовательный контент будет медленно двигаться к удорожанию. Почему? Потому что сложности механики, соответствие правильной механики, их надо искать, этот поиск длинный, дорого стоит, или угадывать. Ну, если гений, взял, нарисовал как надо, там, под другим. Второе, это сама графика, все остальное. Третье, это, это, внутреннее наполнение, методическая часть и engagement часть. То есть, это две разные вещи. То есть, когда ты делаешь контент, учеру, это и требование всех учредителей, и это требование наше, мы должны четко разделять education и edutainment. То есть, у нас есть там всякие попытки сделать какие-то edutainment, мы понимаем, что он лучше монетизируется, но мы хотим остаться в education, чтобы это было обучало реально. И вот здесь, я считаю, что есть непаханая зона с точки зрения методики, потому что я общаюсь сейчас с лучшими университетами, которые занимаются методиками, это и Kansas University, там, и Chicago, есть много людей, которые профессионально этим занимаются, там, они и сами ничего не понимают, эти ученые, ну, в общем, такая сложность. Найти хороших методистов, тех людей, которые знают, как доносить любую информацию, очень плохо. С точки зрения engagement-то тоже, это будет, на мой взгляд, это будет двигаться к все большему идеологии, стандартам таких, киношным, как бы, чтобы ребенок пришел, а там история. И в процессе этой истории незаметно вплетается методическая часть, которая тоже в свое время должна быть. Вот эти сложные вещи, и, причем это еще одним отдельным вектором идет то, что нужно учить ребенка учиться, то есть он должен кайфовать от того, что он получает новые знания, чтобы эта дофаминовая хрень, она его, то есть, ну, такой можно нафигачить сколько хочешь, вот, ну, понятно, что там свои законы, там, там, эти Бухманы, там, есть отдельные люди, которые там с дофамином на ты, вот, а тут нужно просто выдержать, чтобы было интересно, но при этом работало, то есть, ну, вот такая вещь. Поэтому про онлайн-контент, я думаю, что там будут побеждать большие деньги или большие аудитории, доступ к большим аудиториям. пир-ту-пир, то, что с Каенг и там наши коллеги тоже, это фестихи, вот, у них там, это, по сути, такой, ну, это завод, понимаете, там, искать этих англоговорящих, там, куда-то все форматы засовывать, там, куча народу, и я, конечно, в этом смысле восхищаюсь, там, Георгием, который просто при своем юном возрасте всю такую жуть, вот, но там этот тоже сегмент вроде бы занят. Дальше есть онлайн образование полное, то есть, тут Фоксфорд и все остальное, это те, которые занимаются этим, и там сегмент, понимаете, он большой, и он точно бы вырос, и там можно начинать, потому что там можно с чего угодно, там, есть, какие-то видеоуроки, там, это брать, набирать людей, но он тоже очень сильно человекозависим, это такая какая-то миксованная история, где будет онлайн, но все, что касается этого сегмента, он очень сильно политически зависим, потому что я, к сожалению, думаю, что, то есть, ходить, обязательство детей приходить в школу, оно будет только нарастать, то есть, нам не нужны люди, которые воспитаны вне традиций, там, которые будут, ну, у нас идеология становится инструментом все-таки сильным, вот, конечно, это очень печально, и, безусловно, не хотелось бы это увидеть, но, в принципе, поле настолько широкое, настолько большое, что, то, что касается, новых каких-то подходов, очень много механик еще не реализовано, не реализованы механики обучения детей, детей и детьми, не реализованы механики обучения, дети и детей очень-чуть быстро, очень быстро, то есть, детское репетиторство, если бы не было запрета на детский труд, я бы уже точно сделал абсолютно право, детское репетиторство, потом, я думаю, что есть выраженные сегменты, это соревновательные механики, которые у нас в Двучи.ру была такая история, мы делали там стандартные были вещи, а потом мы запустили марафон, когда существуют коллективные там сражения класса с классом, и у нас там все метрики так туда, сразу туда в небо, ушли там. Это давало нам прирост 70% в вылочке. Соответственно, ну, больше только пандемия, как вы понимаете. Дальше просто думаю, что еще есть масса механик, которые вот можно отдельные механики, отдельные сегменты, они будут рождаться, их можно будет включать в кого-то. Но еще плюс огромное поле того, что дети просто хотят знать. Я имею в виду уже по контенту конкретно. Масса людей, которые... Это там зоны неохваченные, то есть я понимаю, что надо делать, но не скажу. А вот сделала у вас, главное, что я с вами. Давайте. Микрофон тогда. Три вопроса просто по ответу. Вот первый вопрос. Вы говорите, что хотите education, а не entertainment. Это решение... Нет, мы хотим это и другое. Там везде выручка отличная. Да, да. Ну, окей. Хотел просто узнать, что это... Не, мы хотим делить. Мы не хотим их смешивать. Мы не хотим, чтобы дофаминовые технологии были внутри этого. Мы хотим, чтобы человек осознанно понимал, что он садится учиться. То есть он садится для того, чтобы эволюционировать. Это должно быть интересно, но это не должно быть главным. Главным было желание получить образование, знание. То есть вы хотите... Ну, я понял. Вы хотите как бы вот эту механику, что знание ради знания, а не знание ради... Он должен уметь это делать, иначе он не вырастет в человека нормального. То есть есть, понимаете, есть образование, есть воспитание. Вот. Это, в принципе, достаточно четкое деление. То есть то, что касается всех soft skills, всех social skills, которые существуют, то это важная вещь. Их нужно тоже воспитывать, детей через онлайн тоже можно их воспитывать. Просто когда у меня все время с учителями там, ну, эти вот представители когда приходят какие-то... Вот я с министершей, которая это бывшая, как-то общался. Вот. Она говорит социализация. Как социализация. Как дети будут социализироваться? Я говорю, а вы уверены, что дети должны социализироваться в тот момент, когда они изучают математику, вот, например. Если вы хотите детей социализировать, для этого существует масса отдельных инструментов. Как то. Тимбилдинг. Отдельная социализация, когда учат строить команду из какой-то. Соревновательная история. Социализация. Коучинг. Когда просто, когда подходят и учат ребенка тому, как надо жить. Когда менторинг. Когда есть человек, который ведет его по жизни. Это все технологии, которые рано или поздно придут в школу. Вопрос только когда. Я еще два маленьких. Так есть и маленьких. Очень маленьких. Я сразу задам. Первый. Вот мы про учирую и про российский рынок сказали про образование. Такая же ли ситуация на мировом и на американском рынке или она отличается? И второй короткий вопрос. Вы сказали, что соревновательные механики, они вырастили метрики. Так было все в прошедшем времени. Почему в прошедшем и случилось с этим что-то или нет? Нет. Вырастили метрики. Это означает, что новая ступенька и сюда запрыгнули сюда. Это означает не вырастили и упали. А это означает туда подняли и все. Просто вот допустим там мы идем и мы знаем, что мы запускаем там марафоны. У нас это год на год дает прирост 40 процентов там или там 70. Вот в этом смысле. А то, что касается американского рынка. У нас там сейчас 2 миллиона школьников в проекте, который называется Happy Numbers в американском. Там год на год мы выросли в два раза и там совершенно другая идеология. Дело в том, что это очень все, это тот сложный рынок, который с маркетинговой точки зрения, education рынок сложен тем, что у вас получатели услуги и платящие за ее различаются. Это такое часто случается, но это вот в этом есть некая сложность, потому что у тебя у вас получается агентов влияния на решение 2, то есть и как между ними разделить и бюджеты и все остальное и действия достаточно сложно. В этом смысле в Америке они разделены еще больше, потому что есть родители, есть, а платят здесь школы за все. Американцы платят за то, какое у них образование, покупая недвижимость в определенном районе. Потому что у них очень распространена такая история, когда называется так называемый school tax, это часть налога на недвижимость, которая платится, и она может быть разным, то есть это вплоть до counties. То есть есть как бы штат, а есть counties. Вот это county, каждая может иметь разную, налог на этот самый. И когда вы приезжаете в район, вы автоматически, зная какой там school tax, можете понять, какое у вас, какое образование вы получите приблизительно так. Ну, примерно так. Поэтому в Америке вот так. И из-за этого, из-за того, что рынок другой, по-другому совершенно строится вся монетизация. То есть вы приходите, мы продаем в школы. Мы пришли и там пришли, допустим, в district в один. Они на системе district построены. Пришли в district, говорим, купите у нас столько-то. На юзера стоит там 30 долларов в год, например. Там у нас цена, по-моему, 32 доллара в год на ученика. Они говорят, хорошо, мы это. Но мы, у нас получается маркетинг на три точки. Родитель должен быть согласен. Ребенок должен это, еще и. Ну, другая модель совершенно. Спасибо. Кто-то хотел еще вопрос задать? Я вообще, вот вы второй поднимали по очереди. Можешь? Меня зовут Станислав. Во-первых, спасибо большое за две прекрасных метафоры. Это про лаву на рынке, которая застывает. И второе про то, как пришел на работу как руководитель и поклонился деньгам. Прекрасный образ. Спасибо. Очень поэтичный. Правда. Вопрос про идукативный рынок. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на развитие нейроинтерфейсов в области образования? Сейчас появляются различные проекты, которые на основе показателей, в частности, EG, там или аналогичных устройств, они позволяют человеку, например, увеличивать объем рабочей памяти и так далее. Будет ли это развиваться с вашей точки зрения и как? Ну, я как-то смотрел три проекта в области нейромаркетинга, которые там… Значит, то, где это работает, как-то я расскажу. То, что вообще в целом я видел и… То есть я не хочу с умным видом рассуждать о вещах, о которых я не понимаю. Значит, то, что касается нейромаркетинга, это люди, которые там вместо отсмотра целевых аудиторий меряют там зоны удовольствия, там все такое. Вот. Вот. Для меня те люди, которые полевые такие, боевые маркетологи, они никто этим не пользовались. И все, кто смотрели, сказали – говно. Вот. Ну, так. Я говорю, те, которым я доверяю с точки зрения того, что они хорошо делают маркетинг. Говорят, ну, нам не интересный инструмент. Ну, может быть, там какие-то новые появятся люди, которые сделают, и будет прямо раз и все. Первое. То, что касается там всех этих вот волшебствах, где там увеличить память человека там или еще что-то там, флешку ставить, вот биохакинг, я туда не смотрю, потому что даже вот те люди, которые занимаются такими… Мне кажется, что до того момента, когда с человеком начнут разговаривать, мы сейчас тебе все гены переменяем там туда, мне кажется, еще очень далеко. Ну, я просто не верю в то, что… У меня есть свои там эти убеждения на эту тему, что… Я думаю, что мы молекулы считаем одинаковыми просто потому, что мы слишком в далеком зуме от них находимся. Если бы мы были рядом, то мы бы поняли, что каждая даже ДНК, которая существует, она разная. То есть, ну, как бы там… Я скажу так, существует базовый фундаментальный принцип. При движении зум-ин и зум-аут в мире разнообразие не меняется. Мне кажется, это такая изоморфная вещь, что когда вы попадаете просто, когда вы сможете… Когда вы получаете инструменты смотреть в микромире, то там разнообразие мира, оно такое же. То есть, там… Вот мы дошли до молекулы, а вот молекулы уже все одинаковые. Или так, а вот атомы… А кварки уже точно все одинаковые. Вот. Ну и так, глубже движемся вещество и говорим, что там все одинаковые. Там точно такое же большое разнообразие, просто мы его отсюда не видим. Нам кажется, что похожее, принимаем за одинаковые. Поэтому там то, что вот сейчас возьмем, там этот ген перещелкиваем, ну, я просто в этом недостаточно понимаю. Может быть, может увеличат объем памяти. Флешку вставят в голову и будет там… Будет лучше там раз, одни гигабайты вытащил, другие… Ну, пока… К ладу-маску я отношусь по-разному. Понял. В NeuroInk вы инвестировать не будете сейчас? А? А? В NeuroInk инвестировать не будете? Нет. Скажите, можно ли у вас получить какую-нибудь консультацию или менторство? Я думаю, нет. Ну, я объясню. Просто я уже… Поскольку у меня осталось жить мало, в хорошем смысле, я не к тому, что… Ну, я сейчас просто стараюсь… Если нести общественную нагрузку, то какую-то такую… Я уже 15 лет нахожусь в фонде созидания благотворительном. И вот если, как бы, что касается социальных процессов, я готов, а персональных нет. Ну, то есть… А социальными… Там у нас есть Лена Смирнова, когда мне хочется поображаться для людей, я иду и там для большего количества стараюсь. Я стараюсь сделать так, чтобы деньги, которые дают наши, мои партнеры и по фонду, чтобы они максимально эффективно доходили до большого… Первое, до максимального количества людей и для тех людей, которым действительно нужна какая-то поддержка, помощь. Поэтому персонально… Ну… Я имею в виду проект. Проект? Да. Если мы проведем караундку, вам нужно рассмотреть. По инвестированию? Да. Ну, в этом смысле… Давайте я… Все, кто хочет, напишут почту свою, я вам пришлю почту туда… На эти почты я отошлю почту от нашего человека, который смотрит проекты, и вы туда пришлете бумаги. Потому что… Ну, я честно скажу, не в том смысле, что я там какой-то там… прям такой ужасный, что со мной нельзя. Ни в коем случае. Просто… Ну, на это надо время. Если я за что-то должен браться, я к этому должен ответственно подойти. Как правило, мы проходим через фильтр там людей, которые у меня есть, которые отсматривают. У меня с моим партнером есть какая-то микроструктура, которая этим занимается. И мы смотрим там… периодически собираемся и по всему миру смотрим там, то, что происходит, куда можно положить денег. Вот в этом смысле… Через организаторов. Соберите просто, ребята, если не трудно для меня все, и присылайте. Вот было бы вообще волшебно, было бы супер. То есть то, что я готов инвестировать и смотреть на все, конечно, безусловно. Это… просто вопрос чека и фазы, да? Давайте два каких-то коротких вопроса. Алло. Меня зовут Даниил, я выпускник физтеха. И вот вы рассказывали, что вы являетесь выпускником физтеха, членом физтех-союза. И я бы хотел узнать, а вот у вас есть какое-то желание развивать какие-то совместные с МФТИ проекты? Или, может, уже какие-то развивали и, соответственно… Да нет, у меня просто… когда у них денег на стипендию нет, они звонят и говорят, дайте денег на стипендию. У меня, в принципе, я в физтех-союзе достаточно пассивный человек. То есть, ну, если там какой-нибудь срач внутри, я обычно выступаю там на хулиганов коричу. То есть у меня такой подход. Ну, как бы… я особенно не… это бестолковый с точки зрения… Я неблагодарный сын-альмаматор, то есть вот в этом смысле… Даже сына в Бауманку отдали, да? Да, да. Сын у меня просто… несмотря на то, что парень толковый, он еще патологически ленивый. В Долгопрудный ездит, па, ну давай, возьми себя в руки вот. Бауманка тут вот раз, 15 минут на метро и я там, а тут у меня… Нет. Вы сами как-нибудь… И сразу же короткий еще один вопрос. Вот как раз… А что вы хотели про физтех-то? Что я должен сделать? Ну, может, просто интересно… А, в смысле, что для физтеха… Может, какие-то проекты вы спланируете… Я для физтеха хочу сделать только одну вещь. Сейчас идет активная дискуссия по поводу того будущего физтеха, который должно быть, с новым ректором там пересматривается. Я просто хочу донести туда одну идею, которая, на мой взгляд, является базовой. То есть я считаю, что на физтехе должны быть факультеты гуманитарные, причем гуманитарные современного искусства, современной музыки, причем не классическая, а электронной в том числе, и визуального искусства, которое называется видеоарт и все остальное. Потому что сегодня очень большая часть экономики будет зависеть от того, какие приложения делаются. Для того, чтобы… Если вы сейчас сделаете плохой UX или UI, то вы можете очень хороший проект бросить в мусорку напрямую. При этом, если UX или UI хороший, этот проект может иногда существовать, даже имея худшую функциональность, нежели… То есть это одно из необходимых вещей. Я считаю, что на физтехе должна увеличиваться дисперсия людей, которые там присутствуют. То есть собирают… Долбить в одно и забирать… Которые на 123 балла решили. Потом на 124 балла решили эти ЕГЭ. Потом 125, но это бред. Потому что нужно, чтобы люди были максимально разные. И тогда это будет открывать свободу сознания, потому что пространство, в котором мыслит человек, оно очень сильно зависит от того, насколько… Какую музыку он слушает, какое искусство он любит, и какое фильмы он делает. Вот. Примерно так. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так. Вот девушка. Вектор, может, дайте. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Анна. Здрасте. Закончила бамунку. Такой вопрос… Можно ли совместить оффлайн и онлайн образование? Видите ли в этом перспективу? Конечно. Мы это и делаем. Как это? Мы идем сейчас… У нас есть… Если про оффлайн часть смотреть, то мы сейчас купим компанию, которая делает послешкольное образование. Она называлась «Код класса», а сейчас она будет тоже учуру, наверное, часть. Ну, сейчас она под брендом учуру работает. Там модель франшизи, где мы даем методики, финансовые потоки, контролируем через себя. Даем методики, они в онлайне занимаются, но есть люди, которые делают бизнес на земле и набирают классы, и в этих классах преподают все, что интересно в… То есть кружки, как это называлось в советское время, сейчас не знаю, так называется, нет? Значит, кружки, модель кружков. Но я верю, что в оффлайне будут родители готовы платить за то, чтобы дети их не издевались над ними. Поэтому я думаю, что будет модель подписочная, когда ребенка привели, бросили туда, а там он делает то, что хочет. Ну, будут такие школы второго… Я имею в виду в конце. Будут школы второй половины дня тоже. Там, где будет все остальное. И там будет подписочная модель, все как полагается. И второе, конечно, идутейнмент, огромная зона будет. Там я уже один, как инвестор присутствую в одной компании, не скажу в какой, но в одно присутствую там, где всякие там… Ивент-менеджмент с точки зрения выставки, там все остальное, там такое, где интересно. Но в оффлайне точно абсолютно там… Понимаете, все равно будет какая-то модель, которая будет миксовать одно и второе. Невозможно вырастить ребенка, например, в компьютер, но это смешно просто. Понятно, что точно будет абсолютно. И большое будет, да. Родители, если вы будете смотреть чек, сколько родители платят за воспитание детей worldwide, то вы увидите, что сейчас деньги очень быстро идут вверх. Просто раньше не платили, потому что не за что было платить. Сейчас появилось за что платить, они начинают это делать. И этот чек будет расти, я в это верю. Здравствуйте. Меня зовут Евгений, спасибо за то, что вы пришли и нашли время с нами поговорить. Мне понравилось. Вот какой я хотел задать вопрос. Для тех людей, кто, например, пытается развить DeepTech стартап, то какие основные шаги должны быть сделаны? Когда имеется идея, но для того, чтобы ее реализовать, это нужно достаточно большие инвестиции, но после этого маркет достаточно большой и конкурентов мало. Какие вы можете дать советы? Вот знаете, мне кажется, что в Education стартап, ну, есть же стандартная дорога, когда вы там идете, он ничем стартап в Education не отличается? Нет. А, в DeepTech. DeepTech. Ой, это вот трудно. Это DeepTech. В DeepTech. Не, я там составляю… Крестись, да? EI, DeepTech, где? Ээээээ… Не-не-не-ням. Реэээ. AutoIT. Рео… Хieu, диптех. Господи Иисус. Ну, это совсем сложно. Био-тех это какая-то такое… В биотехе я даже не знаю, как к этому поступиться. У меня есть этот, я не знаю, знаете, вот такой, как он называется, Саша Жаворонков, он у меня работал какое-то время, он сделал сейчас силикон чего-то там, инсиликон называется такой стартап. Вот, да, он уже большой, да, я слышал, он 100 миллионов уже стоит там где-то так, да. Вот инсиликон, это Жаворонков Саша, он учился в Канаде, потом был менеджером по России в компании AMD, помните такие процессоры есть такие, AMD, вот он был процесс, потом у меня какое-то время там ошивался, потом уехал, сделал вот это вот инсиликон, вот я могу дать его там, правда он сейчас, наверное, так. Вот, ну, я в биотехе вообще, как свинья в апельсинах, честно скажу, что вообще ничего не понимаю, но если понятно объяснить, то я, может быть, что-то помогу, но так вообще ничего не понимаю. Ну, я в смысле какие-то базовые вещи научные понимаю, но конкретно это очень сложный рынок, верю, я считаю, что там есть большое зло вообще в биотехе во всем, это бигфарма. То есть бигфарма это скоты такие, которые везде продают то, что стоит 2 цента за 20 долларов, никого не пускают, потому что нельзя там нормальные, утяжеляют умышленно систему тестирования лекарств, делают так, что человек становится бешеным, что и конкуренция падает, и сидят на этом, зарабатывают деньги всех в тюрьму. Вот, я думаю, так. Ну, и, по крайней мере, там не работают, идея, именно идея не какой-то план есть, а именно генетика, то есть секвенирует инсилика. Ну, вот инсилика же это делает, они что-то там… Они знаете, что делают? Они секвенируют геном, рисуют ваши собственные профили для каждого человека. Электронные пучки. А вы… вручную? А? Электронные пучки. А? Электронные пучки. А, это, то есть, это смесь такой физики с биотехом? Честно скажу, я учился на физтехе плохо. То вы как должны были? Ну, нет, ну, я понимаю, что такое электронные пучки не до такой степени было. Ну, в принципе, мне просто было неинтересно. Я знал, что я уже, наверное, ученым не стану, мне как бы… Знаете как, я расскажу свою историю на физтехе быстро. Вот. Я приехал, когда я приехал на физтех, я был уверен, что я самый умный человек на Земле. Вот. Это смешно просто, но так и есть. Я пришел, я думал, что я самый умный. И был в этом абсолютно уверен, пока не попал в нашу группу. Вот. Попал в нашу группу, и как-то все задачки, все решают. А я что-то сижу, только смотрю там, кто это, куда это все. Все какие-то баллы набрали ужасные. Такие вот. Я думаю, ну ладно. Ну, знаете, прошло два года, и я вернулась эта уверенность. Вот. Так вот, я хочу сказать, что просто я не понимал многие вещи, и я для себя определил, что такое умный человек для меня. Это умный человек, который с абсолютным спокойствием говорит, я это не понимаю. Вот. Вот. Поверьте мне, я это не понимаю, поэтому ничем вам послезать не могу. Поэтому скромно скажу, что я умный человек, поэтому я это не понимаю. Да. На этом вопрос и все. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Давайте аплодируем. Да. Аплодируем. Спасибо. Спасибо.